Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы постоянно просите меня рассказывать, показывать о своих настоящих тренировках, как тренируюсь я. На самом деле они не сильно отличаются от того, что я пропагандирую, что я советую вам. И сегодня я вам покажу тренировку на дельты, на все три пучка, на окислительные мышечные волокна. Как раз таки, чтобы они становились тоже большими. На самом деле тот, кто тренирует все типы мышечных волокон, приобретает как раз таки вот эту ценимую на соревнованиях, на фотографиях и всеми нами любимую, так называемую 3D форму мышц. По-другому, друзья, этого не сделать. Тот, кто тренирует только один тип мышечного волокна, всегда проигрывает визуально тому, кто тренирует все типы мышечных волокон. Окислительный тип мышечного волокна я предпочитаю тренировать в тренажерах. Почему? Все очень просто, потому что в тренажере можно конкретно сосредоточиться на выполнении рабочего момента, сокращать амплитуду движения. А вы знаете, что для прокачки окислительных мышечных волокон необходимо ограничивать амплитуду, для того, чтобы сократить, ограничить отток крови от работающей мышцы. Это очень важно для того, чтобы мышца закислилась, чтобы произошел тренинг непосредственно окислительного волокна. Как строится моя тренировка? Я делаю сегодня три упражнения всего. Это первое. На заднюю дельту обратный бэкдэк или бабочка. На среднюю дельту я буду делать тоже в специальном тренажере отведение в стороны. И буду делать подъем плена от штанги перед собой. Выполняется работа следующим образом. Сначала я делаю, естественно, разогреваюсь, подготавливаюсь к работе. И первым движением мы делаем обратный бэкдэк. Выставляю рабочий вес, выставляю таймер и делаю три подходика. Как это выглядит? 30 секунд работаю, 30 секунд отдыхаю. 30 секунд работаю, 30 секунд отдыхаю. И еще разочек. 30 секунд работаю, 30 секунд отдыхаю. Ограничиваю амплитуду самым тяжелым участком движения. Стараюсь делать движения и в негативной, и в позитивной фазе замедленными. Не совсем медленными, но медленнее, чем я привык работать в обычной тренировке, в обычном режиме на гликолитические мышечные волокна. Это тоже очень важно. На мой взгляд, это позволяет больше прочувствовать непосредственно рабочую мышечную группу. Попробуйте. Хотя многие говорят, что можно работать и в обычном темпе, в быстром темпе. Но я пробовал, мне не нравится. И те люди... Кстати, пример Юрий Спасококотский работал в таком режиме. И на нем статодинамика не сработала. Я замедливаюсь иногда до того момента, что выполняю всего 3 повторения за 30 секунд. 5-6 секунд у меня уходит на подъем, 5-6 секунд уходит на опускание. Понимаете? И в таком режиме невероятный памп вас раздувает после тренировки. Вы действительно чувствуете мощнейшую прокачку. Это одна из пяти моих тренировок на окислительные мышечные волокна, которые я чередую неделя через неделю. Вы знаете, я обо всем об этом говорю. Кто хочет более подробно узнать о периодизации, о том, как я тренируюсь, найдите на моем сайте hmgym.ru статью, которая называется «Спина от А до Я», где на примере широчайших мышц вины я вам расскажу и покажу полностью весь периодизационный цикл. Кому это интересно. Следующее упражнение, как вы уже поняли, это отведение стороны. Тоже в тренажере. Тоже, друзья, ограниченная амплитуда движения. Самым тяжелым участком. Также, друзья, замедляем движение, чтобы мышцы больше получали нагрузку. Больше вы чувствовали на каждом участке, даже этой ограниченной амплитуды, как мышца работает. Это необычайный кайф. Вы прочувствуете его уже сразу же с первой тренировки и увидите в зеркале, если вы никогда не пробовали. Тот, кто говорит, что статодинамика – это ерунда, что она не работает, что это легко, тот не умеет тренироваться. Лично для меня статодинамика – самый сложный тренинг, потому что необходима ментальная концентрация, жесточайшая концентрация на выполнении движения. Ты борешься не с весом рабочим, ты борешься сам с собой, с желанием бросить, остановиться, потому что мышца ждет, мышца горит. Это настоящий памп, друзья. Попробуйте, я вам гарантирую, вы получите кайф. Но самое главное – это периодизация. Вы уже знаете, я говорил об этом не раз, что очень важно, особенно для натурального атлета, периодизация. Если вы хотите, чтобы ваш организм был здоров, чтобы он откликался ростом, только в такой периодизации вы можете постоянно прогрессировать. Не упираться лбом в стену, не перегружать свою центральную нервную систему, хотя наука Силуянов и его ученики говорят, что это невозможно. Здесь я с ними не согласен. Но они же говорят, что эндокринная система перегружается от однотипного тренинга, что как раз-таки очень и очень важно. Не менее важно, чем центральная нервная система. Это две взаимоработающие между собой системы. И если вы перегружаете любую из них, это негативно скажется, во-первых, и на вашем прогрессе, на росте весов, на росте массы, вообще на желании тренироваться. И многие из вас это чувствуют на себе. Не забывайте это. Кстати, у меня есть закрытая группа, где нас уже 233 человека. Мы тренируемся уже не первый год. Как раз-таки тренировки строятся по принципу периодизации на различных типах мышечного волокна. Вступай и ты. Стоит всего 250 долларов. И ты становишься пожизненно членом нашей группы, нашего закрытого сообщества. Каждую новую неделю получаешь новую программу на новый тип тренинга. Замечательно. Ни одного недовольного. Почитайте комментарии. Можете зайти посмотреть на людей, которые там тренируются, позадавать им вопросы. Это очень-очень важно. Итак, друзья. Мы подошли к третьему упражнению. Это подъем плена перед собой. Очень важно также ограничивать амплитуду движения. Максимально чувствовать каждый участок амплитуды. Вы должны работать. Вы не должны опускать, бросать вес под действием сил тяжести или какой-либо другой силы. Вы должны точно так же, как поднимаете вес мышцами, точно так же мышцами его и опускать. Это крайне важный момент, друзья. Сосредоточьтесь на нем. Так же 3 по 30. 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. После этого возвращаемся к первому движению и все по новой. В идеале вы должны делать три таких круга на каждую мышечную группу. Но начинающему или тот, кто не очень хорошо себя чувствует, можно делать всего один такой круг. Получится три подходика, три упражнения. Но от трех до девяти подходов нужно так делать. Я сделал сегодня три круга. Иногда я делаю два круга, а потом делаю еще, к примеру, 30 секунд работаю в первом упражнении, отдыхаю, 30 секунд работаю во втором упражнении, отдыхаю, 30 секунд работаю в третьем упражнении, отдыхаю. Итого получается семь рабочих подходов. Так что, друзья, вы всегда должны ориентироваться на свое самочувствие. Вы всегда должны прогрессировать. Точно так же, как вы стараетесь поднимать рабочие веса в ваших обычных тренировках на гликолитическое мышечное волокно, точно так же старайтесь на каждой новой тренировке на окислительные мышечные волокна добавить немножечко веса, либо замедлить движение. Все это поддается тренингу, все это необходимо периодизировать даже внутри самой программы на какой-то отдельный мышечный тип волокна. И отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, тот, кто уже опробовал этот метод. Кому помогло, кому не помогло, ставьте лайк, если нравится. Пишите, что нравится. Если не нравится, смело ставьте дизлайк, пишите, что не нравится обязательно. Делитесь этим роликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность от вас каналу. И увидимся, друзья, как всегда в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры сделал DimaTorzok